Наталья Вершинина трудится не покладая рук. В тепличном царстве она главная. Каждый цветок, каждый листочек откликаются на ее заботливое прикосновение. Да и как иначе, ведь именно в этом волшебном отсеке из маленьких зернышек появляются прекрасные растения. У нас процесс не остановить, запущен еще зимой, поэтому все растет, все в срок подходит, все развивается. Палеты с рассадой цветочных и овощных культур в прежние годы расходились как горячие пирожки. Этот сезон внес свои коррективы. Тепличный комплекс Федерального научного центра овощеводства работает в штатном режиме. Здесь представлено огромное количество цветочных и овощных культур. С учетом режима самоизоляции сотрудники Федерального центра готовы доставить необходимую рассаду прямо на дом или на ваш дачный участок. Наталья считает, что причин для беспокойства нет. Достаточно оставить заказ через онлайн-магазин. Он незамедлительно будет передан в теплицы. Уже здесь его сформируют и отправят по указанному адресу. Кстати, в теплицах не только выращивают рассаду на реализацию. Параллельно здесь трудятся селекционеры, проводят опыты и проверяют на устойчивость разные линии овощных культур. Активно идет процесс посева для блочных наших теплиц, для семеноводческих боксов. То есть в будущем, это конец апреля, это уже для открытого грунта посев, тыквенных, посленовых, зеленых культур, цветочных культур. Все лаборатории работают в штатном режиме. Особенность сорта будет такая, что он будет карликовый. Обычно томат – это лиана, он растет в высоту. Эти образцы будут карликовые высотой до 30 сантиметров, 30 до 50 сантиметров. Эти томаты многие дачники предпочитают выращивать на балконе. Они не занимают много места и дают отличный урожай. Многие дачники, огородники наши томаты выращивают на балконе. И они до ноября у людей держатся. Пока в одном отсеке теплицы проводят посев томатов, в другой части отбирают образцы для дальнейших исследований. Мы ведем селекцию для весенних пленочных теплиц. Вот сейчас мы сажаем линии, также гибриды. Оцениваем линии по комплексу хозяйственно-полезных признаков. Их размножаем. Самые лучшие оцениваем на комбинационную способность. То есть подбираем пары, которые дадут наибольший гетерозисный эффект. Ученые потратят еще не один год, чтобы добиться от линии нужного результата. Создать растение, которое будет спокойно реагировать на недостаток солнечного света или резкое изменение температур. Пока в одном отсеке поднимается рассада цветочных культур, в соседнем снимают урожай огурца. Снимают урожай огурца через день. Кстати, овощ можно приобрести в фирменном магазине Федерального центра. Мы решили продегустировать его прямо на месте. Огурцы Федерального научного центра не только вкусные, но и полезные. Наша экскурсия в цветочно-овощное царство завершается, а вот заказы на доставку рассады из тепличного комплекса продолжают поступать. Сотрудники рады такому вниманию, ведь в каждое растение вложена частичка души.